Всем привет! Это хроники коронавируса. И сегодня мы поговорим об экономике. О том, во сколько всем нам обойдется весь нынешний кризис. Карантин, самоизоляция, каникулы. Называйте как хотите, но сколько это будет стоить нашему кошельку. Сейчас со мной на связи финансист, экономист Виктор Черкасский. Витя, привет! Привет! Уже очевидно, что начинается серьезный экономический кризис. И сначала его сравнивали с кризисом 2008 года, 2013 года. А сейчас уже начинают сравнивать аж с великой депрессией. Так где же правда? Действительно ли все настолько плохо? Я думаю, что все не настолько плохо. И весь вопрос, на который пока что никто не знает ответа, потому что предсказывать вообще сложно, особенно в будущем, это что будет после карантина. Потому что, ну, очевидно, что сам при себе карантин. В поле карантина люди сидят дома, ничего не производят, ничего не потребляют. Ну, или значительно сокращают. Потребление это приводит к сокращению ВВП. Но это то, что уже было. Это уже произошло, это происходит, ну, в марте, в апреле. Вот сейчас это происходит. Да, и это закончится. Очевидно, это закончится, ну, может быть, через неделю, может быть, через месяц. Но это конечный процесс. Люди выйдут из своих квартир, начнут, начнется новая жизнь. И, собственно, весь вопрос состоит в том, что мир поставили на паузу, на там два-три месяца, а дальше он заработает, как и работал до того. Или все за это, за эти два-три месяца сломается, и экономика не запустится. У тебя какой ответ на этот вопрос? Как ты считаешь сам? Я думаю, что мы выйдем с карантина и заработаем даже веселее, чем до него. Самый лучший эксперт по экономическому росту, это фондовый рынок, он уже показывает, делает вид, что карантина никакого и не будет. А может быть такое, что это, скажем так, выдают желаемое за действительное, в смысле, что просто такой некий оптимизм, и все это временно? Честно сказать, конечно, этот великий эксперт рынок, он сейчас немножечко под воздействием наркотиков, потому что Центробанки всего мира впрыснули, ну, по сути, безграничное количество ликвидности и пообещали доливать сколько угодно, пока кризис не закончится. Поэтому рынок, конечно, в эйфории, но если говорить про ведущие экономики мира, мы что видим, что Китай уже вышел с карантина и работает вовсю, мы как бы видим, что в Штатах, ну, там, беспорядки, проблемы, но они же бунтуют, они пришли нигде нет. То есть основные экономики мира, они поддержали своих потребителей, раздав совершенно беспрецедентное количество денег людям, чтобы те, во-первых, не голодали, естественно, во-вторых, с точки зрения макроэкономики, что важно, что они продолжили потреблять, чтобы за время карантина вот механизм самой экономики не сломался, чтобы не было там чрезмерного количества банкротств, чтобы не порвались там какие-то производственные цепочки, чтобы не поменялось, не остановилось, не сломалась магистика, этого всего мы не видим. То есть никто не голодает, да, все вроде работает. А это правильно вообще с экономической точки зрения такое количество денег выдавать? Ну, еще никто не пробовал, поэтому это можно будет обсудить через пару лет. Собственно говоря, что центробанки делали еще с 2008 года, они выдавали неограниченное количество денег банкам в виде там лаймов, в виде субординированных кредитов, в виде там разных инструментов, но это были все инструменты чисто денежной политики. Вот. Благодаря этому все рынки росли, надувались пузыри, и вот мы получили ту экономику, которую мы имели в начале этого года. Сейчас происходит новая вещь, такого еще никогда не было, ну, в таких масштабах, да. Совершенно четко по всем там кенсианским рецептам правительство на кризис ответило раздачи денег людям, то есть доходов. Вот. То есть если деньги центробанков, по сути, это займы, которые там давались банкам под нулевую ставку, или отрицательную, или чуть слабо положительную, то здесь правительство раздает деньги именно людям. Ну, а потом косты налогов заберет обратно. Да. Значит, настоящая проблема и вопрос, который, ну, его решение сейчас не очевидно, да, это что правительство будет делать с образовавшимися дефицитами, потому что там цифра от 10 до 30 процентов ВВП, общий объем финансовой помощи, это сопоставим с бюджетом. При этом, ну, Германия это, наверное, переживет, да, Соединенные Штаты, наверное, тоже, но у них же есть соседи, то есть, как, например, это переживет Франция, которая у нее с бюджетом чуть похуже, чем Германия обстоит дела с дефицитом, да, или, не дай бог, какая-нибудь Италия, с экономической точки зрения очень больной. Плюс еще мощный удар сейчас такой получили. Да, 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 то есть, на самом деле, они же в рамках своего ЕС, они не могут дать своим людям меньше, чем дают, например, нет. Ну, радикально меньше. Вот. А возможности по наращиванию дефицита бюджета у них, в общем, достаточно ограничены. Поэтому как мир будет выходить и спасаться от огромных бюджетных дефицитов, это интересный вопрос. Ну, то есть, есть версия, да, что при нулевых процентных ставках это неважно. То есть, правительство просто нарастит долг, и поскольку его обслуживание ничего не стоит, то проблема будет смикширована, а там дальше уже или шаг, или шаг, или как-то это дальше уже не волнует нынешних политиков. То есть, я думаю, что в глубине души они что-то такое думают, потому что единственная страна, которая ответила на кризис с поднятием налогов, это Россия. Любопытно. Скажи, а вот на твой взгляд, какой из государств сейчас ведет себя разумнее всего? Экономическая точка зрения? Да, конечно. Ну, я думаю, что США и Германия тут впереди планеты всей. Сделаны были с точки зрения правительства, с точки зрения фискальной политики, направлены шаги по раздаче денег именно людям. То есть, если, например, в России принято раздавать деньги доскорпорациям, ну или, в крайнем случае, пенсионерам, которые на самом-то деле от карантина страдают меньше всех, потому что они пенсии как получали, так и получают, то там было правильно сделано. Там раздали деньги людям трудящимся. Достаточно существенные суммы даже по меркам этих стран. То есть, речь идет о тысячах долларов. Как бы в Нью-Йорке это, может, не очень много, но стады-то большие. В общем, там не так дорого. Пару тысяч долларов в месяц это очень большие деньги. Аналогично в Германии поступило правительство. И параллельно с этим США федеральный резерв понизил ставку. Благо, у него есть куда еще. По сути, если упростить, то он пообещал безграничную ликвидность. В том числе федеральный резерв даже начал покупать облигации неинвестиционного уровня. То есть, ну, таких рискованных компаний, ну, типа Форн. Вот. Совершенно беспрецедентно, потому что обычно вся ликвидность выставлялась через покупку красных бумаг. Вот. То есть, сейчас федеральный резерв выдает неограниченно денег. Что с этим делать через полгода-год? Это, в общем, не очевидно. Ну, то есть, может быть, тоже могут заплатить высокую цену. Особенно, если компании, которые испытывают проблемы, и получится, что деньги государство не сможет потом не копирует. Ну, это не государство, это федеральный резерв. Ему эти деньги не очень-то нужны, оно и само печатает. Вот. Просто в мирное время это не делается, потому что, ну, чтобы не проощрять, чтобы не вносить диспропорции, как бы, в рынок, да, и не проощрять выпуск облигаций, обращение облигаций таких не очень сильных имитентов, да. Но, во-первых, в условиях кризиса сильные имитенты стали слабыми, надежные компании кажутся не очень надежными, и, как бы, инвесторы могли бы потерять, там, какие-то сотни миллиардов, триллионов долларов. Федеральный резерв это не допускает, ну, просто потому что в Штатах там их больше половины населения это инвесторы, а с учетом пенсионных планов, ну, наверное, почти все. Поэтому для них это важно. Если в России там обрушивается финансовый рынок, то это мало кто замечает, ну, по численности населения реально пострадающего. Ну, пенсионеры, опять же, при этом не особо не пострадают. Их пенсия как была, так и остается небольшой. Да, 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 да. А, как бы, в Штатах, ну, там у них рынок упал на 30%, это что значит? Это то, что сближение очень многих людей упали, ну, там у них, например, половина была в акции, вот, у них реально 15% все, что копили всю жизнь. Вот, они были очень расстроены, но вот пошел буквально месяц, рынок назад восстановил. Ну, не месяц, два, 6 марта. Вот. Прошло два месяца, рынок как-то уже назад восстановился. Практически до кризисного уровня. Вообще, это, конечно, не очень правильно, потому что все-таки у нас кризис-то есть. Но все бодро смотрят вперед, полагая, что там в перспективе ближайших лет все будет нормально. Ну, а как ты считаешь, мы уже достигли пика кризиса или все только впереди? Ну, хочется надеяться, что достигли, потому что, опять же, то есть мы выходим из карантина, там, кто-то раньше, кто-то позже, и все потихонечку запускается, да. Конечно, посчитаем по осени, да, экономика должна назад раскрутиться, заработать. Мы на фоне всех этих беспрецедентных мер, мы что видим, что все правительства, ведущие правительства мира, они взяли цель, чтобы оно заработало, да, и они не боятся применять никакие инструменты для этого, да. Поэтому я думаю, что экономика восстановится, и мы по итогам года потеряем, если 10% ПВП, то там, ну, условно говоря, месяц там, месяц карантина, даже если в течение этого месяца там потеряли, например, половину вообще всего, то это, значит, 1,24 годового производства ушла, 1,24 это, ну, 4% вот, как бы, ну, мы это уже потеряли, да, то есть дальше, дальше, очевидно, будет лучше, потому что жизнь все равно возвращается, бизнесы начинают постепенно запускаться, и массовые там волны банкротства, ну, мы видим, что все пытаются ее не допустить, и, наверное, у них получится. Ну, а как ты думаешь, какая из стран, вот, учитывая преодоление этого вот кризиса, его последствий, какая из стран сможет скорее укрепить свои позиции, а какие страны, наоборот, больше потеряют свое влияние? Ну, я думаю, что наши восточные соседи, которые, собственно говоря, у них и карантин прошел, и раньше, и быстрее, они и из кризиса выходят первыми. Китай, Япония, Тайвань, да? Китай, Китай, короче, Китай. У них, как были самые высокие темпы роста из крупных экономик, так они и сохраняются. И, собственно, основные переживания, они скорее за Европейский Союз, у которого и до 30-ти все было не очень весело, в плане того, что экономика не росла, и достаточно серьезные диспропорции между севером и югом, и еще, как назло, эронавирус-то ударил по и так слабым южным экономикам. Скорее всего, вот эти вот страны пострадают сильнее. Испания, Италия, Бреция, ну, особенно Испания, Италия, пострадают они, потому что у них и туризма в ВВП очень большая доля, и удар по туризму будет в этом году ужасный. Хотя итальянцы уже пытаются открываться, но к ним пока никто, вроде, не спешит ехать лететь. Китай уже все работает. Ну, а, скажем, вот такая отрасль, как туризм или авиаперевозки, они получили мощнейший удар, и, например, те же авиакомпании, там целая волна банкротств. Опять же, среди турагентов, туроператоров тоже очень много банкротств. Как вообще изменится ситуация? Появятся какие-то новые игроки или все эти отрасли будут пока временно в упадке? Ну, за авиакомпании, у них, собственно, гайдокринсы, все было не очень весело. И большая часть авиакомпаний, они либо национализированы, либо скрыто субсидируются, субсидировались государственно. Ну, там, наш Аэрофлот, это известно, да, вот, Али Талия, КЛМ, Air France. Авиакомпании, у них и так очень тяжелый бизнес. Скорее всего, что произойдет, произойдет очередная национализация авиакомпаний, потому что, ну, долги большие, вроде отрасль все-таки стратегически важная. И я думаю, что, кроме Штатов, все остальные страны, они побоятся запускать, как бы, процессы банкротства. А государство, так или иначе, возьмут все эти убытки на себя. Аэрофлоту уже там какие-то субсидии дают. Франция угрожает банкротством, там были такие новости. Но тут, я думаю, что ключевое слово именно, что она угрожает правительству, ставя, естественно, цель получить финансовую помощь, оставить все какие. Поэтому авиакомпании, да, у них будет все тяжело. Их выручают две вещи, в принципе, то есть, позитивно, если, не если, а когда они полетят. С помощью им будут две вещи. Первое, это нулевые ставки, потому что, собственно, бизнес авиакомпании, доходы она получает от пассажиров, да, тратит деньги, она на лизинговые платежи. Соответственно, при низких ставках платежи снижаются. И на керосин. Да, керосин тоже продешевеет вместе с ней. Поэтому немножечко это их поддержит. Но я думаю, что основной удар примут на себя правительство, и авиакомпании будут, как иначе, национализированы. Что касается туризма, то нужно различать, как бы, туроператоров. Ну, туроператоры, да, многие обангольятся, это, как бы, очевидно. Вот. Но что такое туроператоры? Это стол, стул, пять компьютеров, и, собственно, все. Отели, владельцам отелей будет тяжело, потому что у них доходов не будет, а по кредитам, которые были взяты на покупку или строительство отелей, надо платить. Ну, возможно, отели у некоторых поменяются собственными. Но от того, что отелем Хилтон владел раньше один фонд, а сейчас будет владеть другой фонд или компания, для бизнеса мало что изменится. Важно, чтобы туда поехали люди, но я думаю, что это будет, ну, понятно, он очень плохой, он и будет плохой. А дальше, ну, это же большой, длинный бизнес, то есть там 40 окупаемости всех этих проектов, десятки лет. Поэтому, ну, будет следующий год. Как этот кризис как-то изменит наши реалии, как ты считаешь? Или, в принципе, вот мы сейчас, ну, пройдет там месяц, два, три, и все вернется на круги своя. Как ты думаешь? Я не согласен. Вот с людьми, которыми говорят, что мир никогда не будет прежним и так далее. Конечно, что-то изменится. История про коронавирус, она рано или поздно сойдет. Сойдет, потому что, ну, это все-таки не чума и не колера даже. Ну, я не биолог, не вирусолог, то есть там сколько людей умрет, сколько выздоровит, вот это, к ним вопрос, а вот как люди в течение там одного поколения очень слабо меняются, на самом деле. И поэтому сказать, что завтра там жизнь будет другая, потому что все будут другие, да я, конечно, это же, мы же, в принципе, ну, мы посидели месяц другой дома. Мы выйдем и пойдем делать то же самое, что и делали. И, собственно говоря, достаточно посмотреть репортажи из стран, где снимают карантин. Торговые центры достаточно быстро заполняются. Ну, вот в первый день в России там 50% от обычного потока в торговые центры. Это только в первый день, это потому что действует пропуск. В общем, торговые центры открылись, и потребителям надо, в общем, выйти не так, чтобы легко. Они уже имеют 50% посещаемых. Но, с другой стороны, на практике мы видим, что в Израиле, да, там первые недели, как все открылось, был некий ажиотаж. Кто-то там, у кого-то горело, там, постричься, побриться, там, купить последнюю обувь. А потом буквально вот прошло пару недель, и такой некий спад. То есть все равно достаточно много людей предпочитают лишний раз носоваться в какие-то такие общественные места. Я думаю, просто еще и экономически люди потеряли, и у всех сейчас достаточно средств, чтобы продолжать жить как в докарантильные времена. Ну, конечно, конечно. То есть понятно, что люди потеряют деньги, многие там обанкротят бизнесы, но ландшафт это не изменит. То есть это что, первый кризис, что ли? Мы, сколько мы их помним на своей памяти, там, последний, там, 14-й, 8-й, 9-й, 98-й. Россия не очень заметила, в мире был в 2001 большой кризис. То есть кризисов было много, но это будет еще один кризис. Мы его все благополучно переживем. АйТи-технологии получат некоторую поддержку. А торговые центры потеряют чуть больше, чем они теряют каждый. В принципе, ну, некоторые процессы, которые и так сами по себе идут, может быть, они чуть-чуть ускорятся. Но я не думаю, чтобы что-то радикально поменялось. Ну, а кто, какие сферы, скорее, выиграют от этого кризиса, кто усилится? Тут, очевидно, бенефициары, это айтишные компании, айтишные бизнесы. Там можно вспомнить курьезный случай, что компания с названием Zoom, китайская, но не тот Zoom, по которому мы сейчас общаемся, а другая компания, она какие-то товары народного потребления, по-моему, делает. Ее акции подскочили на полторы тысячи процентов. Ну, по ошибке, купили не те. А, по ошибке, перепутали название? Ну, Zoom и Zoom, вот инвесторы. Такая была веселая история, где-то в марте-апреле. Всевозможные сервисы, которые обеспечивают удаленную работу и так далее, они все, естественно, сейчас на коне. Многие поймут прелесть этого дела. Вряд ли весь мир перейдет быстро на удаленку, но доля, скажем так, удаленной работы увеличится. Люди научились куда больше общаться с помощью дистанционных средств. Соответственно, это тоже, наверное, останется. То есть это удобно. Некие барьеры психологические сломаны. Поэтому я думаю, что во всех компаниях будет большее количество дистанционных совещаний. Соответственно, нужны хорошие каналы связи, нужен соответствующий софт и так далее. Логистика, которая нас вроде не подвела, и ни в одной из цивилизованных стран перебоев ни с продуктами, ни с товарами первой необходимости не было. Онлайн-торговля очень, естественно, хорошо показала себя. Это прямые очевидные бенефициары. Кто еще бенефициары глобально? Это государства, которые, конечно же, поняли, что они могут получить очень серьезную власть и экономическую, и политическую. Они входят во вкус. И, в общем, интересно, как они будут с ней расставаться. И будут ли кто-то, да, а кто-то, возможно, и нет. Да, это очень интересный вопрос, как государства будут расставаться с этой экстраординарной властью, которая у них есть, и отменять всевозможные экстраординарные меры. Ну, независимо от уровня демократичности, любое, ну, это свойство, в общем, любой системы, что если она что-то взяла, то отдать, ну, как-то не хочется. Ну, да, ты берешь-то чужое, а возвращаешь свое. Ну, да, и применительно к имуществу, применительно к власти, применительно к полномочиям, очень нравится. Большое спасибо, Виктор Чиркасский, финансист, экономист, очень интересная беседа. Ну, и, возможно, еще услышимся в будущем. Ну, а теперь давайте поговорим о ситуации в России, чего нам следует ждать. Со мной на связи Марк Окин, финансист, экономист, преподаватель Высшей школы экономики в Москве. Марк, привет. Роман, привет. Привет. Итак, скажи, в каком состоянии сейчас находится российская экономика? Ну, начать надо, наверное, с того, в каком состоянии она находилась, собственно, до последних событий. Состояние было, ну, то есть проблемы у российской экономики, они, в общем-то, растут из давних еще историй, и структурных проблем, которые имеют долгую историю, соответственно, ну, первая и основная из них – это нефтяная зависимость, как они понимают. Ну, и еще есть ряд моментов. Соответственно, сейчас, когда начался кризис, связанный с коронавирусом, локдаун, все вытекающие из этого последствия, разумеется, привело к усугублению всех тех тенденций, которые, в общем, были до этого. К сожалению, к сожалению, поводов для оптимизма не так много, особенно с учетом того, что здесь ряд негативных факторов наложиваются друг на друга. То есть всем странам достаточно тяжело сейчас, но в случае России наложились одновременно. наложились друг на друга одновременно историческая нефтяная зависимость, достаточно серьезная зарегулированность бизнеса и, соответственно, проблемы у малого-среднего бизнеса, связанные с государственным регулированием и санкции, которые были наложены мировым со странами мирового сообщества. Соответственно, сейчас, когда произошла фактическая остановка экономики и одновременно существенное снижение цен на нефть, проблема достаточно серьезная. Ну, а в чем это выражается? Какие именно проблемы? В чем именно выражается? На самом деле, ну, надо понимать, экономика встала, она встала по всему миру. Где-то чуть раньше, где-то чуть позже, но фактически все мировое сообщество оказалось перед необходимостью объявления карантина в том или ином виде. В России слово «карантин» применять не стали, назвали это каникулами, нерабочими днями, там, как-то еще, но фактически это было то же самое. Соответственно, были введены ограничения жесткие, достаточно жесткие на ведение бизнеса, проведение мероприятий и так далее, и так далее. Как, в общем-то, и везде плюс-минус. Соответственно, значительная часть бизнесов, которые были завязаны на посещении людей, на, так или иначе, присутствие людей личное, либо на их передвижение, естественно, полностью остановились. То есть выручка этих предприятий, она упала в ноль сразу. Вот, то есть одномоментно, когда государство объявило о том, что закрываем людей на карантин, извините, на нерабочие дни объявляем, часть бизнесов сразу встали на мероприятие. Что это означает? Это означает нулевую доходную часть, отсутствие поступлений, вот где-то снижение было 80%, 90%, где-то 100%. То есть просто рестораны не работали, люди никуда не ехали, перелеты, туристические поездки отменились. Какие могут быть у этого последствия? Это понятно, что сейчас резко вот все встало. А последствия какие могут быть? Сколько времени могут продержаться эти компании? Да, собственно, на самом деле с тех пор прошло уже два месяца. Вот, с тех пор, как были объявлены вот эти вот меры. То есть это был конец марта. Сейчас у нас уже начало июня, и, ну, в общем, предполагать, что бизнес может нормально пережить два месяца с нулевой выручкой, при том, что расходы в значительной части, в значительной степени, они, в общем-то, сохраняются. То есть, если ты не увольняешь людей, то в большинстве случаев, как правило, есть арендованные помещения, есть стильные виды налогов и так далее, которые ты по-прежнему обязан платить. Соответственно, очевидно, что у разных бизнесов с разной историей и разной степенью прочности, запаса прочности, была накоплена разного рода подушка безопасности, вот, начиная от нуля и, ну, в общем, у кого как. Соответственно, те, кто работали просто с колес и не обладали подушкой безопасности, они просто встали и уже закрылись. Вот, ну, понятно, что там у кого-то были накопления, которые позволили так или иначе прожить этот период. Вот, естественно, естественно, предприниматели и, там, мои клиенты в том числе, первым делом что делали? Сокращали расходы, резали косты, ну, то есть, прямо жестко, больно, по-живому, все, без чего можно обойтись, а иногда и без чего нельзя обойтись, приходилось убирать вновь. Что идет под нож в первую очередь? Ну, на самом деле, в первую очередь идет то, что ты можешь отрезать сразу. То есть, ты можешь расторгнуть или не платить по договорам, ты можешь договориться о снижении арендной платы, ты можешь сократить, там, закупь, ну, в зависимости от того, что это за отрасль, либо сырья, либо товаров, материалов, товаров, чего-то еще. То есть, это все делалось достаточно быстро. Вот. Ну, и просто неизбежно. Соответственно, платежи в значительной степени остановились. Это, ну, достаточно массово уже, там, приобрел характер. Ну, как бы, понятно, ситуация полной неопределенности. То есть, уровень неопределенности высочайший. Ну, в российской экономике он всегда довольно высокий. Вот. Но то, с чем столкнулось человечество, в принципе, сейчас, это, ну, в общем, беспрецедентный уровень неопределенности имеет. Поэтому, естественно, как бы, пытались сохранить те резервы, которые есть. Вот это же, кстати, сказать, касается и властей, правительства, да, которые крайне неохотно расходуют ресурсы на поддержку населения и бизнеса. Ты обережаешь мой вопрос. Скажи, а какого рода помощь была оказана государством тем или иным видам населения? Оказывалась ли вообще какая-нибудь помощь? Ну, естественно, помощь оказывалась. И оказывается, вот, другой вопрос, что развернулась обширная дискуссия и в обществе, и среди специалистов по поводу состава этих мер, по поводу их достаточности, а самое главное, по поводу скорости их реализации. Вот. Соответственно, тут, как бы, ситуация какая. Меры объявлялись постепенно. То есть президент выступал уже, наверное, раз пять или шесть, и каждый раз давал поручение правительству проработать новый комплекс мероприятий, новый комплекс мероприятий, еще один. Вот. И, в общем, эти комплексы множились. А по факту, что получили? Вот какой-то, возьмем, предприниматель, малопредприниматель или средний. Что он получает? Значит, ну вот из того, что было объявлено, на самом деле, что такое получает? То есть те меры, которые были объявлены, и их возможность их реально получить, это две большие разницы. То есть если говорить о том, что было объявлено, были объявлены каникулы на взимание налогов, части налогов. Они были отложены на полгода. Возникает вопрос в том, как бы, а куда предприятия через полгода возьмут деньги на то, чтобы заплатить эти налоги? Ну, ладно, хотя бы так. Это первое. Второе, что было объявлено, это возможность получить кредиты на выплату заработной платы. Вот. Но там есть нюансы, естественно. То есть было объявлено об этом. Ну, уже некоторое время назад. И, в общем, было сказано, что кредиты будут беспроцентными. И, в общем-то, можно за ними обратиться. Правда, как я говорю, были нюансы. Размер этих самых кредитов ограничивался размером минимального размера, минимальным размером уплаты труда на сотрудника. То есть 12 тысяч рублей, что, в общем, существенно ниже даже средней заработной платы. Ну, значительно ниже. Это не очень большие деньги. Вот. Это первое. Второе. Это сколько в долларах получается? Подожди. В долларах, если 12 тысяч рублей? Ну, если 70, там считать, по текущему курсу около 70 рублей за доллар, это приблизительно 160, наверное, долларов. 106 долларов. Понятно. Да, правда. Что стоит 170? Вот. Соответственно, вот это как бы та сумма, которую можно было бы получить. Правда, при условии, что, во-первых, надо сохранить было при этом численность, сохранить численность работающих не ниже 90% от того количества, которое было на 1 апреля. То есть предприниматель вот в течение этих там полутора-двух месяцев, он должен был сохранять этих людей в штате, откуда-то платить им зарплату, чтобы потом суметь получить вот этот вот самый кредит на выплату заработной платы. Плюс к тому заплатить с них еще налоги. То есть, ну, с зарплаты же мы платим налоги, сборы. В общем, вот эта вот сумма, она все равно должна быть уплачена. Вот. Ну, то есть, в общем, мер как бы такого вот плана. То есть они... Ну, и третий, а, третий еще важный момент, что банки по-прежнему... Ну, у банков же есть свои требования по поводу предоставления кредитов. Вот, не работает так, что ты обращаешься за кредитом и получаешь его там на следующий день. То есть сначала ты должен предоставить пакет документов по списку. Вот. Ну, в общем, этот список, мягко говоря, достаточно обширен. Вот. И сразу, естественно, возникает вопрос, а целесообразно ли потратить такое количество времени для того, чтобы получить не столь значительную сумму в виде кредита, который нужно будет отдавать. Ну, были еще там ряд мер, на самом деле. Ну, вот значительная часть мер именно по поддержке бизнеса, она вот носит такой характер, как бы, если мы говорим о малом и среднем бизнесе, достаточно сложно этими мерами воспользоваться. Это первое. А второе. Очевидно, что российская экономика, она в значительной степени сосредоточена и акцентируется на крупном бизнесе или государственном бизнесе. И или государственном бизнесе, да, он может быть частным, это крупные системообразующие предприятия и, соответственно, там, либо напрямую в государстве. Вот. Соответственно, скорее всего, с большой долей вероятности, значительная часть того объема поддержки, который был объявлен, получат именно эти предприятия системообразующие. Вот. Соответственно, малый и средний бизнес, он будет вынужден выживать самостоятельно. И вот ты задал вопрос по поводу последствий. И, с моей точки зрения, это приведет к чему? К тому, что достаточно большой процент этих предприятий, малого и среднего бизнеса, индивидуальных предпринимателей просто закроются. Кто-то уже лежит на боку, кто-то не доживет до конца лета, потому что летом в значительной части отраслей происходит спад. Насколько, о каком периоде, как ты думаешь, речь идет как минимум? Сколько времени все вот это продлится, неопределенность? Я имею в виду в экономическом смысле. Ну, на самом деле, прогнозы здесь давать занятия неблагодарны, потому что оно впрямую связано с эпидемиологической ситуацией. Никто не может сказать, будет вторая волна или третья, или есть версия, что мы теперь будем жить все время с этим вирусом и так далее. То есть разные есть версии, я не являюсь специалистом в этой области, поэтому ничего не могу сказать. Но если исходить из предположения, что мы идем по оптимистичному или умеренно оптимистичному сценарию, что постепенно эпидемия затукает и масштабной второй волны не будет, то есть могут быть какие-то локальные местами всплески. Если такой умеренно оптимистичный сценарий реализуется, то, скорее всего, мировая экономика перейдет к росту уже в второй половине 2020 года. Если говорить о российской экономике, то сейчас она находится в рецессии, так же, как и вся мировая экономика, но восстановление начнется, скорее, в 2021 году. Едва ли это сможет произойти раньше. Но это ты говоришь, что это оптимистичный или умеренно оптимистичный вариант? Какие еще есть варианты? Я имел в виду умеренно оптимистичный вариант по поводу пандемии. То есть если, не дай бог, будет вторая такая же масштабная волна, об этом даже не хочется думать, но, в общем, это негативный, очень негативный сценарий. И предсказать его последствия крайне сложные. Будем все-таки надеяться, что этого не произойдет. Что касается того, что это будет означать для конкретной, внутри, то есть, понятно, в целом экономика, в целом ВВП пока снижается, мы находимся в рецессии. Что это значит? Это значит, что, как я сказал, предприятия малого и среднего бизнеса, если не будут объявлены дополнительные меры поддержки вдруг, если все-таки не будут предприняты какие-то серьезные, радикальные меры поддержки, то, в общем, достаточно большая часть, я думаю, что до половины может обанкротиться. Соответственно, это приведет к повышению уровня безработицы, достаточно серьезным. По оценке торгово-промышленной палаты России, количество утраченных рабочих мест может сократиться на величину до 9 миллионов. Это в процентах сколько? Это, ну, на самом деле, там, я бы сказал так, это вот самый, самый такой, наверное, это пока на сегодняшний день, это верхняя оценка. Если говорить вот о мире, да, то есть первоначальные оценки были, там, они доходили до 25-30% рабочих мест. Ну, это уж совсем, как бы, тяжелая ситуация, сопоставимая с Великой депрессией. Я предполагаю, что, ну, я очень хочу надеяться на то, что этого сценария мы не увидим, и если второй волны не будет, скорее всего, это не произойдет. Ну, то есть, на самом деле, может быть, с такой сценарий, он возможен, что даже еще хуже, чем Великая депрессия? Ну, если человечеству очень сильно не повезет, то да. Но, я говорю, вероятность этого все-таки не очень большая. Мы уже видим, что Китай постепенно восстанавливается, открывается. То есть, победить пандемию достаточно реально. И в Израиле мы тоже это видим. В общем-то, спад. Заболеваемостью он достаточно заметный. И я думаю, что если меры будут ограничивающие, будут ослабляться постепенно, нерезко, не будет происходить каких-то таких вот необдуманных резких шагов, то, в принципе, негативного такого сценария удастся избежать. Но, тем не менее, даже при том, что мы видим на сегодняшний день, то есть при том количестве ограничений, которые... мы уже получили, даже сейчас восстановление, в принципе, мировой экономики, особенно российской, оно будет непростым, займет достаточно много времени. уровень безработицы повысится, ну, он уже повысился, да, то есть он сейчас постепенно, когда будут сниматься ограничения, открываться предприятия и так далее, он будет как-то стабилизироваться, но на каком уровне он остановится, это покажет время, пока об этом я не знаю. Можно предположить, сколько времени займет вот это самое восстановление? Ну, как я и сказал, если говорить о мировой экономике, то восстановление как бы начнется во втором полугодии текущего года, ну, и где-то там за год-два, наверное, мы можем вернуться в основном к докризисному уровню. Вот. Про российскую экономику я опять же сказал, что восстановление будет где-то с начала следующего года и выйти на уровень прироста в полтора-два процента, ну, по итогам 21-го года, наверное, уже будет реальным, скорее всего. Вот. Проблемы здесь заключаются в чем? В том, что, как я, с чего я, собственно, начал, что назрели жизненно необходимы структурные реформы. Удар нефтяной сейчас был очень тяжелый, и, ну, к счастью, для российской экономики произошло некоторое восстановление цены на нефть. Сейчас мы видим уровень стоимости нефтебренд порядка 40 долларов, и это, в принципе, более или менее комфортный уровень для российского бюджета. Если все-таки, несмотря на все там меры, все-таки заключенную сделку ОПЕК+, нефть пойдет ниже, то, конечно, будет очень тяжело. Соответственно, те меры по структурной, по изменению характера и направленности российской экономики, о которых мы много лет говорили, сейчас становятся жизненно необходимыми. Если их сейчас не проводить, то, в общем, мы получим достаточно существенное снижение уровня жизни, ну, и, главное, такую не очень позитивную динамику. То есть, мы будем отставать от всего мира по скорости развития. Большое спасибо, Марк. Очень интересная беседа. Будем на связи. Спасибо, Роман.